Музыка Холлушки Амигос, приветствую всех, кто снова решил послушать мои телеги. Снова пишу без вебки, если честно, вебка немножечко сдохла. У меня была веб-камера, которая шла еще в подарок к монитору, накрепилась сверху. И вот за годы эксплуатации, когда ее приходится снимать, одевать, снимать, одевать, она перестала трагически подавать свои признаки жизни. Такой же кусочек дерьма я покупать не хочу, надо купить что-нибудь хотя бы 720p. Так что активнее жмите на рекламки, и вебка быстрее вернется, если она вообще нужна. Если совсем хотите быстро, можете напрямую вбиться баблом реквизиты на канале в информации. Этот выпуск будет снова на ваши темы. Чуть позже, ближе к девятому, я сделаю размышления на свою, а пока не скажу на какую. Не потому что не придумал, а потому что типа секреты, все дела. Ну так что у нас там из горячих тем? Так, Максим... Как у Эфи назвала? Максимка. Максим Качиш, так, хотелось бы услышать твое мнение о социуме, поподробнее о молодежи. Да и под конец о самих людях, о том, почему плохое, а на первом месте хорошее на потом. Ты пояснил бы хоть возрастной диапазон молодежи в твоем понимании. Просто для меня молодежь это один возраст, для тебя, возможно, другая. Для 90-летнего деда молодежь это те, кто уже четвертый десяток вот-вот разменяет. Тут все относительно, но, по-моему, наиболее часто молодежью подразумевают учеников старших классов школы. То есть вот этот возраст, типа в районе пятнашки. Ну, после 15 уже у людей начинается разная степень самостоятельности, включатся какая-то до 15. Это еще, я думаю, так, в основном дети, а после 15 уже типа молодежь пошла. Ну и студенты первых курсов, типа того. Ну, что тут можно сказать? Социум и молодежь, в частности, по-моему, продолжают деградировать, завершать эволюционный путь от обезьяны к человеку, снова от человека к хрен знает кому. Просто в интернете нет-нет, да видишь, там кто-нибудь выложил фотку, как учителю за спиной факт показывает. Там где-то вообще учитель физкультуры пинков надавали старшеклассники. И даже в наше время, это были 90-е, где чуть что тебе грозили выгнать из школы, даже за курение в туалете. Раньше такое просто немысленно было, невозможно было представить эту херню. А теперь дети, они реально оборзели. Они под влиянием интернета, в охоте за лайками, комментами какими-то, они начинают творить херню уже в таком совсем еще сопливом возрасте. В общем так, был один хороший момент, не так давно, когда молодежь, скажем так, да и не только молодежь, а вообще много кто, стали резко заниматься спортом. То есть ходить на турники, там что-то подтягиваться, ну этот воркаут появился. То есть, ну видели в интернете какие-то ролики и пошли, ну взяли примеры, пошли тоже заниматься. Это было просто стихийно, ну у нас по крайней мере, просто все турники были завешаны просто пачками этих подростков. А потом в моду как-то, не знаю, турникмены уже куда-то пропали, в моду вошли видеоблогеры. И теперь просто школьники стали реально чумой интернета, у каждого по каналу, каждый что-то выкладывает, что-то там записывает, снимает свою комнату, отвечает во что он одет, еще что-то, еще что-то. А кумиры и авторитеты, если, не знаю, ну у нас тогда в детстве это был Шварценеггер, типа, команда, или там где он в Хищнике, потом, ну Сталлоны, понятно, Ван Дам, Чак Норрис, там из Крутого Уокера, сериал тогда, гоняли как раз по телеку и играли во дворе. Я Крутой Уокер, а я Рейнджер Трибет, блядь, пыщ-пыщ-пыщ-пыщ-пап, вот. А сейчас кумиры, это пиздец, это, да я думаю, вы их больше и лучше, чем я знаете, это все эти топовые каналы с Ютуба, когда каждый школьник теперь мечтает, что он будет снимать какие-то тупые видосики и всю жизнь не работать, потому что будет зарабатывать очень много денег, будет показывать по ящику, девочки будут от него течь, а мальчики будут ему завидовать. Но никто не объясняет почему-то этим школьникам о том, что все вот эти Ромы Жолуди, Саши Спилберги, они вот не просто так за глаза такие знаменитые, они известны благодаря вливанию огромных средств просто в свою раскрутку. Понимаете, нельзя прийти на Ютуб, начать снимать видео про то, какие у тебя чехольчики для телефона, во что ты там одеваешься, какая у тебя помада, пудра, духи, одеколоны. На тебя будет просто всем насрать. Но виновата, в общем-то, естественно, та среда, которая окружает молодежь в том возрасте, когда они еще растут, то есть не можешь сам отфильтровать, то есть у каждого поколения, вот в возрасте где-то, наверное, от 12 до 15 лет, была какая-то своя чумата вообще невероятная, когда-то играли в эти, как в кепсы, блядь, в эти круглые картонные хуёвинки, которые там складывались в пачку, шлюпались, а в пол, что-то перенос, что-то нет. До этого родители этого поколения играли точно так же в фантики от жвачек или еще, чтобы что-то тем... А еще и спокон веков в старших классах существовала такая фишка, как, типа, завести анкету, составить там 20-30 вопросов и давать ее всем своим друзьям заполнять. Ну, блядь, не пиздите, что так не делали. По-моему, страдали этим абсолютно все. Непонятно, зачем. Ну, а когда дети вообще задумывались над вопросом, зачем? Зачем я что-то делаю? Зачем я хочу быть как все? Зачем я хочу играть в то, во что все? Зачем хочу, чтобы все как у всех? Это там вопросу не стояло, поэтому я убежден, что, в принципе, анкету имел каждый. А потом появился гениальный изобретатель, который сделал эту анкету переносную, виртуальную. У тебя вот она висит, все к тебе заходят, читают. То дерьмо, которое там пишут, смотрят картинки, говорят, добавляешь фотки твои, смотрят. Мы же подумаем, в школе вы друг на друга не насмотрелись. И вот это стало модно у всех. Просто фармить... Ну, в смысле, у молодежи. Фармить лайки, там, как-то прокачивать свою популярность, там, друзей накручивать, там. Ну, кого из нас только не добавляли в друзья, эти незнакомые школьники. Не говорите, что не было. Просто меня один так заманал. Вот реально он добавился в друзья и начинал в какой-то группе. И начал мне задавать вот эти, блядь, вопросы, которые он, по идее, должен задавать Гуглу. В итоге, к Гуглу я его и послал, когда он меня вымотал. Вот, а тем более, по легенде, которая, видимо, ходит среди молодежи, существует поверье, что если ты сам, естественно, ты можешь сам стать очень-очень знаменитым в интернете и заработать много-много денег. Но, блин, чуваки, поверьте, это не та лошадь, на которую стоит ставить. Потому что основной бум заработка в интернете и на интернете уже как раз-таки прошел. И кто успел, тот и съел. Все мы их сейчас видим в топах Ютуба. То есть, не буду их рекламировать, уж хуй. Вот, остальные только за деньги могут раскрутиться. Поэтому, если вы не готовы вкладывать в себя деньги знаменитым, вы тоже не станете. Скорее всего, с вероятностью примерно процентов 80. Так что, в принципе, для молодежи во все времена, наверное, только один совет. Привет. Не пытайтесь угнаться за фишкой, которая была до вас. Ждите, когда бахнет фишка новая, от которой снесет башню у поколения предыдущего, которая как раз подвержена вот этому вашему зомбированию. То есть, что-то резко войдет в моду. И надо умудриться вот в этот промежуток времени, пока это модно, на этом как следует навариться. Вот как в свое время наварился кто-то на летсплеях, на микробложиках, на еще чем-то, на бомж-пакетах. Потому что, ну, может, школьники не в курсе, но когда бички только-только появились, они были охерительно вкусные, и жрать их считалось вообще за счастье. То есть, бичами были не те, кто их ел, а те, кто ел обычные макароны. Ну, не знаю, может, у вас по-другому как-то было, кстати, напишите. Ну вот, а по поводу того, что в конце Максим спрашивает, почему плохое на первом месте, а хорошее на потом, можно сказать, что дурной пример, он всегда заразителен, а теперь он не только заразителен, но еще и заманчив. Поэтому все плохое будет всегда на первом месте. Всегда на первом месте будет желание воровать, ездить на хорошей машине, чем жить честно и встретить старость, побираясь возле церкви. И тут, кстати, плавно можно перейти к следующей теме от Александра Назарова. Первая тема. Высшее образование и наше светлое, в кавычках, будущее в лице подрастающих дебилов. Как быстро из-за них развалится страна. Но тут надо заметить, что примерно такого же мнения каждое поколение о последующем. То есть, когда-то нашим родителям казалось, что мы всей херней страдаем, теперь нам кажется, что в этом ничего нового нет. Так что при нас страна не разваливается и при них, глядишь, не рухнет. Ну а высшее образование, эта тема, конечно, прям вот жгет. Нужна ли, в принципе, вышка? Ну, в принципе, если ты хочешь зарабатывать больше 35 тысяч, при этом не работая в выходные дни, не надрывая жопу, тогда вышка, конечно, нужна. Почему больше 35 тысяч? Потому что я недавно узнал, что вроде как в Макдональдсе платят 32. Или, может быть, сейчас еще повысит хер и узнает. То есть, в районе. Можно без высшего образования работать, не знаю, там, в строительстве или в ремонте в каком-нибудь. Сейчас как раз таджики назад уехали. И, грубо говоря, на натяжных потолках, если работать без выходных вообще целый месяц, там что-то 70 косарей, но у меня знакомые вроде зарабатывают. Но это вообще, имею в виду, что не продаху, не суда ничего. Но высшее образование, это вообще в нашей стране, все понимают, что это, в принципе, бумажка, которая ничего не значит. А, блядь, ты можешь быть дураком с высшим образованием, то есть вообще не показатель. Скорее, это показатель, что ты в состоянии оплачивать рублем каждый семестр такого обучения. Или, там, тратить на это время. Потому что уже давно, как даже по телевизору шутят, что раньше учились и подрабатывали, теперь работают и подучиваются. И все, абсолютно все уверены, что работать по специальности и по профессии они не будут. Вот это меня вообще убивает в нашей стране. Но я в свое время тоже столкнулся с этим, потому что когда ты выходишь из школы и думаешь, куда бы мне пойти учиться, кем я хочу быть. Вот это кем я хочу быть и куда пойти учиться не всегда стыкуется. Потому что вот я попал на то время, когда все хотели быть программистами, а нету такого ни университета, ни ПТУ, ни колледжа, ни техникума, который учит программистов. Есть колледж, там, допустим, какого-нибудь приборостроения, блядь, или электротехнический. И сидишь и гадаешь, блядь, а чему тебя там будут стучить в этой хуйне вообще. Нахрена идти в электротехнический колледж, если ты не хочешь всю жизнь чинить радио. Я попал в такое заведение и на такое, как сказать, даже не знаю, у нас слово факультет вроде как-то и не распространено. Короче, на такую специальность, которая собирает и обслуживает какие-то там установки. Вот. А что я спросил потом, говорю, слушайте, а вот куда вот работать-то идут? Ну, я уже заканчивал учиться на первом курсе, когда-то меня осенило в разговоре с нашим, как там сказать, этим, идет сказать, классным руководителем. Не помню просто, как это, вываливался из головы, выпало из головы, сука, как его называло. Ну ладно, не в суть. Вот. Спросил этой тетей, говорю, слушайте, а куда вот, ну, работать-то, идти учиться, где у нас, говорю, у нас в стране собирают эти установки? Они говорят, ну да, у нас нигде не собирают такие установки, но ты сможешь идти с этими корочками в компанию кондиционеров и работать за... Короче, ездить менять жидкость в кондиционерах. На что я сказал, что, блядь, извините, господа, этому учатся, говорю, два дня, а вы мне хотите тут пять лет держать? Иди нахуй. Вот. Забрал, потом пошел в другое какое-то место. Там тоже было не очень прикольно. Ну, не суть. То есть, грубо говоря, мы имеем кучу народа, у которых есть дипломы, и эти дипломы хер поймешь, куда применять. То есть, когда мы в газете, там, допустим, вакансии, читаем вакансию на какую-то должность, там в конце написано высшее образование. Но заметьте, что нигде не указано, какое высшее образование. Потому что любое, сука, высшее образование, один хуй, ты ничего не знаешь, блядь. И следующее, что требует, это опыт работы. Блядь, интересно, откуда взяться опыт у работы, если без опыта работы не берут на работу. Это просто убивало, убивало все, блин, во мне. И в итоге я пошел работать в Adidas, но об этом я не хочу вообще рассказывать. И, кстати, сколько раз я не ходил на собеседование в такие, в разные, всякие места, нигде у меня не просили показать им диплом об окончании чего-то. То есть, если вы ищите работу, я вам советую, укажите просто, что у вас незаконченная вышка, или напиздите, что у вас вышка есть. Один хуй, я ни разу не видел такого, что попросили диплом принести им, похуй. Просто ведите себя прилично, оденьте галстук, притворитесь ботаником, все нормально будет. Глядишь, прокатит, а если не прокатит, в суд на вас никто не подаст. Ну, попытались наебать, но не получилось. Это раньше нас пугали тем, что поддельные дипломы сразу пробиваются по номерам. Блядь, как они пробиваются, если нахуй их никто не смотрит. Ну, я не знаю, если вы, конечно, в Газпром намылились, там проверят у вас, что вы там, кто вы. А если вы идете в какие-нибудь там, вот эти, как это, менеджером по продажам работать, или еще какими-нибудь бородой, там в эти компании, типа там, оджи всякие, ну, эти вещевые, там, кормовые животных, там, интернет-магазины, там. Там, в принципе, неплохие есть должности, очень прибыльные, не очень напряжные, но, естественно, там хотят видеть людей с высшим образованием. Вот, и очень интересный все-таки вот этот пункт, незаконченное высшее образование. Блядь, о чем оно говорит? О том, что ты учился и не доучился по какой-то причине, не важно на какой, но все равно, сука, то, что ты пошел учиться на высшее образование и не доучился, это намного круче, чем если ты какой-нибудь закончил ПТУ или техникум. Очень, очень меня это удивляет, причем у меня была девушка, которая работала там в какой-то фирме, связанная, что-то с рекламой, что-то проездила, проверяла, какую-то хуйню, не суть. И у нее незакончено высшее образование, я говорю, ну, и что-то у тебя, говорю, ну, в крутой фирме, да, она там работает, говорю, ну, и что, у тебя на собеседование спросили, показать, доказать, что ты там училась, где-то не доучилась? Нет, говорит, ни разу не спрашивали. А так вообще, в общем и целом, рулят, конечно, в первую очередь связи. Есть связи, будешь хорошо работать на хорошем месте. Если нет связей, вряд ли ты будешь работать на хорошем месте, потому что даже если ты с дипломом, если ты суперодаренный чувак, пропихнуть на твое место того, у кого есть связи, а ты уже пойдешь там, где-нибудь в запасном. Ну, об этом уже много песен спи, там много фильмов, все не ато. Ну, в идеале, конечно, стремитесь иметь и связи, и вышку, ну, только не уголовно. И, кстати, следующий, а, вернее, третий вопрос от Сани, который, ну, подпадает под тематику выпуска «Эгоизм как социальная болезнь». Я, в общем, сразу вот вспоминаю, в первую очередь, эгоизм как социальная болезнь, это, знаете, вот этих друзей, которые вот устроились работать сами по связи, по связям, ну, то есть мамы куда-то их пристроили, папы где-то, братья, блядь, мужья, сестер, еще какая-то хуйня. И, блядь, они такими орлами начинают на тебя смотреть, когда начинают получать денег чуть больше, чем ты, ну, по-разному, насколько больше, как будто, блядь, всем своим успехом они обязаны, блядь, своему упорному труду, блядь, и просто невъебенным своим, блядь, лидерским качеством, хуй его знает. То есть они тебе дают советы, блядь, какие-то, но, знаете, а я все время на них смотрю, блядь, они когда тебе что-то советуют или что-то говорят, они, я их вижу, знаете, они как Цезарь, блядь, на коне сидячий, блядь, сидят, эти так рукой, дланью махнули, говорят, ха, квартиры нынче так дешево стоят. Есть у меня одна знакомая, блядь, папа тебе купил квартиру, папа, у папы спроси, дешево это, блядь, 6 лямов или нахуй недешево, блядь. Пиздец, ты иди нахуй на квартиру, заработай, блядь. А, ну ты у папы, не, она работает у папы, она заработает, заебись. А вот иди, блядь, не знаю, на какой-нибудь другой работе, заработай на квартиру и, блин, свои-то 28 и рассказывай потом, какая она дешевая, блядь. И, сука, почему-то никогда эти люди, которые вот сами по связи куда-то пристроились, они никогда тебе ничем, кроме совета, нихуя не помогут. Они никогда не пробьют тебе место, ничего там. В лучшем случае, если себе в подчинение какое-нибудь, это и то хорошо. И желательно, чтобы еще не задрочили после этого, потому что, как говорится, хочешь узнать, какой человек говно, дай ему хоть немножко власти. Понятно, что каждый сам у себя на первом месте, и именно это и называется эгоизмом. Но, блин, есть такой отдельный сорт людей, которые вместо «помогите по-ближнему своему» начинают мериться с тобой пиписьками охотно там. А, а что у тебя за часы? А у меня вот такие часы. А, пиздец, а что у тебя за зарплата? А у меня такая зарплата. Папа купил инфинити. Если у вас есть такие друзья, просто пожелайте им, не знаю, лежать в золотом гробу. И, блядь, не общайтесь с такими людьми просто. Вот. Но если под эгоизмом вы подразумеваете понятие, почему депутат на народные деньги купил себе дачу и не сделал дороги, то тут это все списывается на менталитет. Об этом тоже уже много спето, много нашучено, много анекдотов рассказано, парочку даже я знаю, но, сука, длинные, как назло все. Вот. Но, в частности, можете послушать, посмотреть лучше видео, называется «Орлуша. Стихи про зависть». Но я, может, в группу кину или здесь в комментах отпишу. В общем, вот. Я вообще, в принципе, планирую эти выпуски больше не делать сорокаминутными. Ну, по крайней мере, по вашим заявкам, потому что я к сорокаминутам не готов. А вот минут двадцать, но, в принципе, разом в неделю, а может и чаще, будет, я думаю, самое оно. Так что спасибо за внимание. Что-нибудь нажмите, что-нибудь напишите. И адьё. И да, если вы хотите оставить свою тему, то зайдите в группу, в нашу группу ВКонтакте, и там увидите тему про темы. Типа того. Ну и, собственно, раз вы уж увидите эту картинку, это значит, что вы досмотрели серию до конца. А это значит, что самое время для видеоурока о том, как добавить мой канал в белый лист в расширении Adblock. Нужно правой кнопкой кликнуть по его значку в вашем браузере, поставить галочку напротив вот этого пункта. Затем зайти на мой канал или на любое видео, нажать на этот раз левой кнопкой мыши по значку этого расширения и выбрать вот этот пункт. Не надо думать, что реклама это что-то ужасное, что помешает вашему просмотру. Выскакивает она от силы раза три или четыре за всю серию. В основном в виде маленького незаметного окошка внизу экрана, который можно к тому же и закрыть. А если не закрывать, то через какое-то время окно само побледнеет. Просмотр и клики по рекламе помогают каналу развиваться и все такое прочее. Поэтому, если вы неравнодушны к чьему-то творчеству на ютубе, добавляйте его канал в белый лист. Не будьте жопами. В то же время не стоит отключать это расширение совсем, чтобы хуесосы, которые занимаются перезаливкой чужого творчества на свой канал, не получались этого вообще нихуя. На этом все. Спасибо, Амигос. Я вас верю.